Покажу вам сейчас штамбовую красную смородину. Для специалиста, для продвинутого садоводолюбителя это не есть что-то необычное. Это, в общем-то, то, что еще в кружке юнатов у нас мы делали. Но для кого-то это очень интересно и занимательно. Вот, посмотрите, такая красная смородина, то есть вот стволик у нас и ягодки, и кустики. Привита она на золотистой смородины. Золотистая смородина, может быть, не каждому нравится по вкусу ягод, но в качестве подвоя для красной и даже черной смородины и крыжовника она идеальна. Так что, если вы умеете прививать, можете использовать вашу золотистую смородину именно для этого. Вот, сейчас я такой планчик сделаю, покажу. Ну, ведь красота же, да? Хотя, в принципе, штамбовую смородину можно сделать и с помощью обрезки. Красная смородина, она легко образует при обрезке штамб. Но все-таки на золотистой смородине это сделать легче. Так что, дорогие друзья, учитесь прививать, будет у вас всегда сказка. Я еще про крыжовник немножечко. Вот это крыжовник, он тоже на золотистой смородине, тоже штамбовый. Ну, скажите, разве это ж не замечательно? Вот такие вот кустики, легкие в уходе, да? Нагибаться не надо, ползать не надо. Ну, и легко достаточно здесь вот обрабатывать. Все колючие, да? У меня есть, кстати, не колючие сорта. На штамбе они будут еще более легкие в уходе. Так что, пробуйте, пробуйте. Это здорово, это замечательно. Продолжение следует...